то есть молодцы спасибо меньше спасибо спасибо прохладного кости спасибо рановато убежала я хотел дать товарища я поставил посмотрел смотрю нужно наканчивать я бы нашел дал бы то есть прокладчикам спасибо кто там поперечный прокладывал тоже спасибо на дальнейшее просто перед прокладкой в дальнейшем то есть когда у нас будет собираться большая бригада я за вами уже не буду то есть вы определяетесь с кем-то сами ставите задачу вас не надо учить в основном мы сейчас сделаем давление сейчас мы с вами немножко поговорим потом если будет желание можете задержаться будет выборка ну кто делает давайте но марина остаешься после выборки если опять же желание будет покупать все хотела лишь давно по новичкам то есть вот по упражнению которое сегодня вы делали первый раз дома можно повторять неоднократно то есть сегодня можете в обед повторить вечером повторить за один прием так скажем повторяем не менее трех раз раз следов бросили второй раз бросили единственное нежелательно много почему потому что собака не должна уставать и эта работа надоедать не должно пусть это будет 23 следа у хороших на которых собака будет показывать хорошую заинтересованность чтобы у собаки в дальнейшем все это желание теперь давайте по вопросам такого плана у новичков вопросов Денису ко мне есть вот по сегодняшней работе потому что Денис вам объяснил если что это посетили в этом все понятно давайте поговорим о чем о тех вопросах которые вы задавали на поле в каком плане на будущее проводник служебные собаки если у вас разыскная собака он сам немножко следопыт и чтобы вы знали что перед применением служебные собаки если у вас будет возможность на сайте уже выложена на сайте не знаю но фильм выложен Марин смотрела следовую я выложил то есть следовую выложил мы тут на днях ходили и там очень хорошо видно то есть перед тем как собаку применяет проводник служебные собаки есть место преступления проводник служебные собаки прибыл на предполагаемое место преступления он не заходит в этот квадрат вместо собаки собаку оставляет в стороне заходит в квадрат разыскивает предполагаемые следы преступника или отхода там 5 10 то есть за что может зацепиться собака после этого возвращается к собаке берет ее подводит к следу ну вы в принципе сегодня так и делали да Денис то есть собаки были привязаны хозяин прокладывал след делал кусочек лакомства и подводили вы к этому следу сбоку правильно и вы обратили внимание что ваши собаки они почему-то бежали не в обратном направлении а именно в том в котором вам надо было у вас не вызывает это удивление по идее человеку проложил след от точки А до точки Б мы собаку сюда втыкаем но это очень редко когда собака поворачивается точку я даже такого вспомнить не могу как правило собаки сразу хапают нормальное направление движения то есть по ходу движения преступника ну предполагаемого так скажем вопрос к вам почему такое происходит почему собака не поворачивается потому что туда идет более свежий след и собаки когда работают на старом следе ну относительно старом скажем давность следа там 6-8 часов вот когда идет такая давность следа там собака может пойти в сторону точки А но дело в том что пройдя несколько буквально метров она развернется и пойдет в точку Б потому что чем дальше она будет отходить от точки Б то след будет затухать запах будет уменьшаться и поэтому собака в любом случае развернется и пойдет в нужном нам направлении почему вот когда люди работают с разыскными собаками там к сожалению человек ничем руководить не может и мы можем только доверять нашей собаке если мы знаем что она хорошо обучена и работает по следу нам не остается ничего как просто доверять иногда бывает такое что проводник приезжает на место преступления собака хапнулась шла шла там прошла 30 или 50 метров разворачивается и начинает двигаться в обратном направлении в этом ничего страшного нет потому что вы не знаете в каком направлении преступления действительно действительности и поэтому здесь мы доверяем только собаке единственное что мы всегда должны помнить отправную точку точку А потому что при необходимости если все таки вдруг вы по поведению собаки видите что ваша собака действительно потерялась засуетилась или она начала прижиматься ну как бы чувство вины какое-то по поведению собаки сразу видно потеряла она потерялась вы всегда должны знать что у вас есть точка А отправная куда вы при необходимости можете вернуться и начать работу дальше поэтому уже все вообще на перспективу всегда берите какие-то вещи со мной в будущем вы эти вещи будете раскладывать наследие собака должна будет эти вещи определять то есть вот она дошла до вашей варежки она может сесть лечь и просто встать остановиться своим поведением показать что она что-то обнаружила самое оптимальное конечно это укладка почему потому что при укладке собака наиболее плотно находится по отношению к вещам она не отойдет от вещи не ляжет посадка собака образно говоря ушла нюхала и у нее раз вот движение назад и она села предметы которые могут раскладываться на следовой работе они будут достигать 10 сантиметров в длину два с половиной три сантиметра ширины то есть это очень маленький предмет и если собака плохо его покажет но она вам его покажет может получиться так что собака покажет а вы не найдете поэтому предметики как без собой берите мы все равно потихоньку на них учить но на начальном этапе обучения самый хороший предмет это мыльница в которой есть кусочек мяса то есть собачка нашла легла мыльницу открыли оттуда кусочек мяса дали собачке мыльницу в карман положили и дальше команда след и мы работаем Денис объяснял какие команды даются да? Зух еще там наиболее Ну не надо нам звук это вы там звук и не то есть когда мы выводим собаку на предполагаемую точку дается команда нюхать собака когда понюхала и начала двигаться по следу мы говорим только след то есть чтобы собака в дальнейшем дифференцировала что команда ищи это для поиска скажем выборка или обыск местности а команда след это непосредственно команда след и никакой больше чтобы не было такого а то вот если кто-то сильно увлекается обыском местности то может получиться так что даем команду ищи собака может плюнуть сразу на нижнее чутье и начать искать укрытие что вроде где нарушитель то скатался поэтому на следовой работе желательно давать команду след то есть дюхай и след с командами все понятно и теперь такой маленький но очень важный момент дело в том что перед пуском на следовую работу поле у нас нет следовых шлей желательно поводок пропускать под переднюю правую лапу собака то есть вот собака находится слева от нас вот перед тем как мы на след выставляем собаку мы поводок пропускаем под переднюю правую лапу для чего это делается в дальнейшем собака по вашему поведению вот вы начнете поводок поправлять под правую лапу она по вашему поведению уже будет знать что сейчас будет следовая работа мало того что она по вашим действиям об этом будет уже знать опять же такое положение поводка очень удобно то есть поводочек вот он проходит по груди уходит под правую лапу и если собака идет на очень высокой скорости бежит что нам не нужно мы можем слегка подергать поводочек который голову дернет вниз к земле тем самым мы погасим нежелательную скорость собаки на следовой работе нет мы можем затормозить мы затормозим как если у твоей собаки действительно высокая скорость мы в следующий раз проложим следы лесенки этим образом 5 метров прямо поворот 5 метров прямо поворот 5 метров прямо поворот тем самым мы погасим скорость собаки если мы садимся где маленький не лежит да он нашел выход из положения ничего страшного в этом нет я почему еще на поле и говорил что всегда нужно учитывать климатические условия силу ветра направление ветра сегодня я не знаю Денис вам рассказывал не рассказывал вообще на начальном этапе обучения следовой работе желательно чтобы ветер дул вам в спину почему если ветер будет встречный надувать на вас запах собака поднимет голову она начнет искать верхним чутьем для нас это неправильно потому что собака работая верхним чутьем она может найти преступника но она пропустит все вещи которые лежат на земле поэтому когда вы дома самостоятельно будете работать по следовой выходим сигаретку закурили ну я утрированно говорю смотрим куда дымок идет и от этого отталкиваемся таким образом чтобы когда собака идет по следу ветер дул нам в спину все ясно понизить скорость можно можно принудительно нежелательно нужно просто создать такие условия собаки чтобы она самостоятельно сбросила скорость это только в художественных фильмах показывают как пограничник бежит по границе с 30 метровым поводком и там весь караул рядом несется топочек потому что на такой скорости собака не обнаружит ничего а преступник он может тупо сбрасывать по ходу движения ненужные улики будь то там наркота или оружие то есть нам нужно чтобы собака шла спокойно это не только как на самом деле но и так и так это не так но и так так